Очень много комментариев под моими предыдущими роликами свелись к следующему заявлению. Если критикуешь, предлагай. Вот ты говоришь, Алексей Навальный плохой, говоришь, что Вячеславу Мальцеву не стоит верить, говоришь, что нужно бойкотировать выборы, что же ты конкретно предлагаешь? Я совершенно согласен, это абсолютно справедливое требование. И я попробую сейчас в этом ролике изложить мою позицию, чтобы, возможно, для моих постоянных подписчиков один раз и навсегда стало понятно, каких взглядов придерживаюсь лично я. Я думаю, что это будет сложно, но я постараюсь. Итак, наблюдая долгое время за Россией, я пришел к выводу, что это страна, которая нуждается в постоянном лидере. Вернее, почему-то у них есть такая навязчивая идея. Им кажется, что им необходим царь-батюшка. Сто лет назад в России был уничтожен институт монархии, но за сто лет эта страна до сих пор не избавилась от комплекса монарха. Посмотрите чуть внимательнее на историю последних хотя бы 50-70 лет. Кто был такой Леонид Брежнев? Конечно же, это был царь. У него были царские охоты, свои угодья. Дворцы его дочь одевала драгоценности из царских коллекций. Одним словом, только назывался он не царем, а генсекретарем, но по сути это был царь. Он благополучно находился на троне до самого последнего своего часа. Затем появился Михаил Горбачев. И все были очень очарованы. Они сказали, вот, наконец-то, этот человек может двинуть все с мертвой точки. И это было действительно так. Личность Горбачева в России недооценили до конца. Я думаю, что это время еще впереди. Вот этот человек был действительно самый реальный реформатор. Кстати, он последний, кто хотел демонтажа Советского Союза. Хотя у большинства людей именно эта больная мысль находится в голове, что якобы Михаил Горбачев уничтожил Советский Союз. Нет, Советский Союз уничтожил Борис Ельцин, который не дал действовать Михаилу Горбачеву. Известная история, когда он был заключен в Форосе и так далее, я повторять это не буду. Михаил Горбачев – последний человек, который изо всех сил цеплялся за идею Советского Союза, но модернизированного Советского Союза, что, по сути, было, конечно, невозможно. Так как он совершил колоссальный переворот в этой стране, развернул страну на 180 градусов, поэтому его и действительно можно назвать реформатором. Но через какое-то время все были разочарованы Михаилом Горбачевым и ждали другого лучшего царя, появился Борис Ельцин. Да, вот этот настоящий русский царь. Пьет, как типичный русский. Много обещает, вообще такой может залезть на танк и показать, куда нам всем идти. Какое-то время люди снова очарованы своим лидером и через какое-то время, опять же, часть населения говорит о том, что Борис Ельцин – это предатель, худшее, что могло произойти с Россией и так далее. На смену Борису Ельцину приходит маленький, никчемный, серенький человечек. Через какое-то время он очень сильно увеличивается в размере и теперь его личность уже полностью ассоциируется с самой Россией. Теперь все в этой стране зависит от желания этого маленького наполеончика. Но обратите внимание, проходит время и снова вся та же идея. Плохой царь Владимир Путин должен уйти, а на его место мы ждем нового хорошего царя, например, Алексея Навального. Почему этот квадрат я зачеркнул и получилось, что как будто бы зачеркнул изначально Алексея Навального? Потому что я считаю, что русские люди не понимают того, что находятся постоянно в неком адовом кругу. Они бегают по кругу, меняют одного лидера на другого и в конечном счете разочаровываются, разочаровываются и разочаровываются. Это никогда не кончится, потому что если после Владимира Путина будет Алексей Навальный, такой Путин 2-0, молодой Путин, все повторится то же самое. Будут незначительные маленькие шажки, но ничего существенно не изменится, по крайней мере, лично я так думаю. В чем же заключается моя идея? А моя идея заключается в том, что настоящее демократическое общество должно развиваться другими путями. Гарри Каспаров еще много лет тому назад предлагал создать консолидированный совет. Он был создан на какое-то время. Что предполагал консолидированный совет оппозиции? Он предполагал, что все демократические силы, то есть все партии, которые существуют в России, должны объединиться. Туда в этот совет должны были войти и либералы, и правые, и левые, и ЛДПР, и коммунисты, и в том числе, например, те, кто идут за Навальным. И, конечно же, Явлинский со своим яблоком и все-все силы. Они должны были объединиться для того, чтобы понять, что в данный момент, когда страна захвачена мафиозной группой, нельзя выяснять отношения. Необходимо, чтобы все объединились в один кулак, и потом этим совместным кулаком убрали бы эту власть. Требовали немедленной отставки правительства и президента. И никакой бы президент ни в какой стране не смог бы противостоять объединенным оппозиционным силам. К сожалению, в России этого нет. Как и в том числе, к сожалению, этого нет в Украине. Украина уже имеет более-менее свободный парламент, но до сих пор появляются отдельные лидеры, как, например, Михаил Саакашвили, который говорит все те же слова. «Знаете, вот царь Петр плохой, а придет царь Михаил, и он будет хороший». И люди снова покупаются на некую популистскую личность. Если бы был создан консолидированный совет, и если бы оппозиционные силы поняли, что им необходимо создать прежде всего условия для реальных свободных выборов, если бы они добились отставки правительства и президента, нужно было бы создать временное правительство. Люди, по большому счету, должны объединяться не вокруг Алексея Навального с его уточками и шариками. Они должны бы были уже сейчас взять двойное кольцо Останкина и требовать, чтобы главных пропагандистов и в том числе генерального их секретаря Константина Эрнста вынесли оттуда, хорошо, скажем так, не вперед ногами, но вынесли оттуда в любом виде. И вот если бы люди в демократическом обществе понимали, через какие рычаги происходит их народное управление, они бы в первую очередь добились бы того, чтобы пропаганда закончилась, чтобы СМИ стали свободными. А затем в течение года необходимо дать возможность всем силам высказаться и всем выставить своего кандидата. Должна быть не то, чтобы ситуация допустит или не допустит Навального. Нет, об этом даже не должно быть речи. Любой, в том числе и Алексей Навальный, и, конечно, Явлинский, и представитель левых сил, и представитель КПРФ, любые кандидаты должны выступать на телевидении, в газетах и вести открытую дискуссию. Обратите внимание, как это делается в США. На первом этапе это бесконечные дискуссии друг с другом, когда в свободной полемике люди доносят свои взгляды и пытаются донести свою программу. По большому счету, больше всего копий должно ломаться не вокруг выборов президенты, а вокруг выборов в Государственную Думу, вокруг парламентских выборов. Потому что через свободный парламент и совершается власть народа. И в этом свободном парламенте, естественно, должны быть представители всех слоев населения. Скажем так, вам нравится Потапенко, он хороший предприимчивый бизнесмен, значит, он должен сидеть в Государственной Думе, и он должен представлять интересы бизнесменов. Кто еще? Жуковский. Отлично рассуждает. Светлая голова. Экономист. Он должен сидеть в Государственной Думе и толкать там экономические законы. А дальше должны быть представители, например, какой-нибудь народный учитель, который может что-то сделать для образовательной системы. В России нарождается фермерство, значит, на их общем фермерском собрании или конгрессе они должны сами решать, они должны выдвинуть одного или двоих фермеров, которые будут представлять интересы фермеров свободным народным парламентом. И так во всех сферах. И вот когда у вас будет свободный парламент, и там будут сидеть люди, которые должны лоббировать определенные интересы определенной группы населения, только тогда будут приниматься справедливые законы и правильно распределяться бюджет. А для того, чтобы деньги не уходили направо или налево, должны существовать свободные СМИ, которые должны совать свой нос во все дырки, во все проблемы, во все скандалы. И через свои газеты, через свои свободные каналы они должны доносить до вас эту информацию. Например, произошло какое-то происшествие, журналисты имеют право обратиться к следователям и сказать, «Покажите, как ведется расследование, покажите нашим читателям, что вы сделали на этом этапе». Люди не могут этого требовать от следственных органов, а журналисты могут и должны это делать. А люди должны следить за всеми этими процессами. И вот если бы тогда заработала вся эта демократическая машина, поймите правильно, вам не нужен бы был Алексей Навальный, вам вообще было бы все равно, кто стоит у власти, потому что ваша система работала бы отлаженно, она была бы защищена от коррупции и всего наносного. В том-то и дело, что люди не понимают этого, они считают, что придет один человек и сделает им хорошо. Почему это делается в России? Потому что они не хотят ни за что отвечать. Они хотят выбрать одного, а потом спрашивать с него же, с одного. Ну-ка, Леша, расскажи-ка нам, почему так и так получилось. Они не хотят ни за что отвечать сами. В этом-то и проблема. Я вообще считаю, что лучшим президентом в России была бы, например, какая-то нейтральная женщина. Но я бы не сказал Ирина Хакамада, а, например, Ирина Прохорова. Очень умная женщина, которая вряд ли станет царицей и лидером, но, тем не менее, может представлять Россию и не опозорит ее где-то на различных саммитах, заседаниях и прочем. Ведь, по сути, ангела Меркель – это такая же номинальная фигура. Она всего лишь представляет консолидированное мнение Германии и, по большому счету, очень сильно контролируется. Если, не дай бог, у фрау Меркель через какое-то время появится очень дорогая машина или какая-то недвижимость, ее в первую очередь начнут спрашивать. Ангела, дорогая, объясни-ка нам, откуда это у тебя все появилось? Почему Германия считается страной с развитой демократией? Именно потому, что там фигура номинальная канцлерин должна все время работать с той или иной коалицией. Я уже рассказывал, что теперь в Германии по итогам этих выборов будет создана такая достаточно сложная коалиция, где соединятся консерваторы, либералы и зеленые. Если честно сказать, все эти три силы с большим трудом переносят друг друга. Но они объединятся, скорее всего, в коалицию, потому что какими бы непримиримыми противниками они ни были, все они любят свою страну. И для того, чтобы Германия развивалась и шла в прогрессивном направлении, а не в регрессивном, все равно любые оппозиционные силы будут работать на благо своей страны. То, чего не хватает в России, чтобы оппозиционные силы, отказавшись от своих личных амбиций, в интересах этой страны создали силу, способную не только снести этот режим, но и создать на самом деле демократическое управление в этой стране. Но, к сожалению, понимание это должно идти снизу от народа, а его нет. Кое-что, конечно, происходит, но все равно недостаточно. Не существует свободных профсоюзов, не существует гражданских организаций, не существует множество институтов, через которые и осуществляется власть. Простой пример. Я живу в небольшом поселке, можно сказать, в деревне. У нас есть мужской совет и женский совет. В определенные дни собираются мужчины, в определенные дни собираются женщины деревни и решают каждый свои вопросы. Между этими двумя группами есть бюргомайстер или мэр этого небольшого городка. Он своего рода баланс между этими двумя силами. Мужчина интересует больше вопросы о строительстве еще одной заправочной станции или о покупке ветряка для того, чтобы поселок мог сам себя снабжать энергией. Женщины интересуют вопросы новой автобусной остановки. Они занимаются озеленением улиц для того, чтобы была организована продленка и так далее свои женские вопросы. Совместно они работают на благо этого поселка. И приблизительно таким образом и должна осуществляться власть народа, когда различные группы объединяются вместе для одной важной цели. И эта цель должна быть единственная – процветание моей страны. Люди должны отказаться от своих личных амбиций и действовать только в интересах своей страны. Но Алексей Навальный не тот человек. Он сидит, положив ноги на стол. Почему? Потому что он понимает, что эта страна хочет себе очередного царя. И если не в этом году, так в 2024 или в 2030 он станет очередным царем России. И Россия вступит на очередной адский круг. Почему я призываю к бойкоту выборов? Потому что считаю, что это один из выходов – не участвовать в спектакле, предлагаемой властью. Необходимо объявить ей в ультимативной форме, что народ больше не будет играть в их игры. Бойкот выборов – это, как кто-то правильно сказал, развод с властью. Необходимо показать, что все, мы больше с тобой жить не собираемся и не придем выбирать тебя или делать вид, что мы тебя выбираем. Но, конечно же, бойкот только тогда имел бы смысл, если бы все силы консолидировались, если бы все оппозиционные силы объединились. К сожалению, этого не будет. Каждый тянет одеяло на себя. Какие задачи, так сказать, у нас, у реальной оппозиции? Бойкот. Бойкот – это то, чего больше всего боится Кремль. Настоящий не диванный бойкот, никуда не пойдем, а активный бойкот, разоблачение фальшивой придуманной оппозиции, действия, настоящее бойкотирование выборов. Для того, чтобы реализовать эту задачу, необходимы согласованные действия разных элементов, вот уже раздробленная оппозиция. Это, пожалуй, самое сложное. Заставить разные группы, которые усилиями Кремля в основном разделены, разделены идеологически, политически, разделены лидерами. заставить эти группы взаимодействовать, создать, пусть это называется Координационный совет оппозиции, можно придумать любое другое название, для того, чтобы синхронизировать, согласовывать эти действия, либо продолжать быть управляемыми Кремлем, группами, обладающими малым влиянием, раздробленными. В этом смысле очень полезно было бы тот случай, когда очень полезны группы, которые существуют сегодня за рубежом. Им лучше видно, я много сейчас говорю с этими людьми, им лучше видно и понятнее ситуация в России, им во всяком случае ясно, что это именно имитация, имитация оппозиционной деятельности, имитация, которую делает Кремль обычные фокусы. Поймет ли народ когда-нибудь, где его выход, это вопрос, конечно, самим россиянам, как и в том числе украинцам. Украинцы лучше в этом направлении двигаются, у них уже есть относительно свободный парламент, у них уже существуют относительно свободные СМИ и они с большим трудом, но все-таки отделываются от комплекса лидера. Многие уже это понимают, некоторые еще нет. Но все-таки Украина на несколько шагов находится впереди России, а России еще предстоит все это, в том числе и осознание, в каком направлении находится прогресс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова